Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала! С вами Элеонора, гид в Праге. И в этом видео я хочу показать свои находки с барахолки в местечке Ржетгошт. Видео о самой барахолке уже вышло на моем канале. Если вы его еще не смотрели, то сможете это сделать позже. А ссылку на это видео я оставлю в описании. А начну я с тех находок, которые я нашла на позапрошлой неделе. Тогда видео у меня снять не получилось. Я, когда пришла на барахолку, очень быстро обросла покупками. И мне было не с руки бежать, относить это все. Потому что машина стояла далеко. А снимать, держать телефон тоже было неудобно. Но вот как-то так. А покупки у меня есть. И начну я с чудесного альбома. Это фотоальбом. Вы видите уже одну из фотографий. Этот фотоальбом был издан в 1957 году. Вот так выглядит обложка. Вот так выглядит футляр. Но футляр, конечно, уже бывалый. Но все-таки альбом издан в 1957 году. Время с тех пор утекло немало. В чем же редкость и уникальность этого фотоальбома? Давайте его рассмотрим. Написано, что этот фотоальбом посвящен Москве. Издательство «Московский рабочий», 1957 год. Автор цветных фотографий Илья Голланд. И отпечатано это было на московской печатной фабрике «Гознака». Тираж этого фотоальбома всего 50 тысяч экземпляров. Стоимость была 75 рублей. И фотоальбом позже уже никогда не переиздавался. Вот здесь такие чудесные фотографии. Этот фотоальбом – это первый вообще в истории Советского Союза цветной фотоальбом. И посмотрите, какие здесь великолепные фотографии. Этот фотоальбом дарили участникам Международного фестиваля молодежи, который проходил в Москве. И этот же фотоальбом являлся подарком, который дарил Хрущев председателю правительства Индии Дживахарла Лунеру и королеве Англии. Илья Голланд придумал какую-то собственную технологию, по которой он делал эти цветные фотографии. И потом, опять же, это было новаторством, когда эти фотографии уже отпечатали в типографии. Посмотрите, какая красота! Если у вас есть интерес посмотреть полностью альбом, то напишите в комментариях. Поскольку он достаточно тяжелый, мне как-то надо будет приспособиться, чтобы его получше вам показать. А следующая находка – это вот такая тарелочка. Казалось бы, в ней ничего примечательного нет. Так вот, если посмотреть, но тарелка себе и тарелка. Если мы с вами перевернем, то мы увидим заветный знак Мэйсонского фарфорового завода. И если присмотреться, я не знаю, видно вам или нет, то он перечеркнут двумя такими линиями. Это не краска, это выбито на тарелке. И как мне сказал продавец, что это не Мэйсон. А я когда увидела знак, и он мне назвал цену в 20 крон, я ему говорю, дайте мне, пожалуйста, если у вас есть еще этот не Мэйсон, я бы как бы его бы забрала бы, не Мэйсон. Но на что он мне сказал, что у них была еще тарелка, но они ее разбили. Ну, наверное, выбросили, я не знаю. Давайте присмотримся, мы увидим, что это ручная роспись. Но на самом деле эта тарелка была создана на Мэйсонском фарфоровом заводе, потому что именно Мэйсон на изделия с дефектами ставил вот такие линии, такие черточки. Одна черточка, две черточки, по-моему, их максимально могло быть четыре. У меня есть альбом, посвященный Мэйсонскому фарфоровому заводу, я вам сейчас покажу такой знак. Вот у меня есть такая книга, она посвящена Мэйсонскому фарфору от 1710 до 2000 года. И если мы здесь посмотрим, то мы увидим точно такой же знак, как на тарелке, и такие же линии, вот две перекрещенных линии. И это означает, что изделие имеет некий дефект. Такое клеймо ставила Мэйсонская мануфактура с 1824 по 1925 год. А вот эти перечеркнутые линии означали, что если их одна-две, то это изделия с дефектами, и Мэйсонская мануфактура их уже не расписывала. Три черты – это брак, и четыре черты – это худшее качество. Что они делали с такими изделиями? Ну, в отличие, например, от Мозера, знаменитое стекольное предприятие, которое отправляло бракованные изделия, ну, и отправляет на переплавку, то фарфоровые изделия, к сожалению, переплавить уже не получится. Поэтому Мэйсонская мануфактура такие изделия просто продавала. Продавала другим небольшим фарфоровым фабрикам, которые занимались уже росписью. И вот посмотрите, это ручная роспись, и по рисунку мы можем прийти к выводу, что это эпоха модерна, то есть это начало 20-го столетия. Вот так что вот такой вот не Мэйсон мне попался в этот раз на барахолке. Очень жаль, конечно, что это была единственная тарелка. Но тоже неплохо. Будем радоваться тому, что есть. И последняя находка в тот день это вот такая брошка с египетским мотивом. Это фабрика Яблонекс, где-то 60-е и 70-е года. Но ее требуется почистить. А так у нее замочек цел. И стоила она каких-то 20 или 30 крон, я сейчас уже не помню. Что касается сегодняшних находок, то первая находка, если вы внимательно смотрели, я обращала внимание на эту коробочку, это часы. Правда, коробка часового завода Чайка, а сами часы это фабрика Заря. Мне кажется, у моей бабушки были такие часы, поскольку я в детстве умилялась их маленькому циферблату и просила бабушку дать поиграть. Она мне, в общем-то, не отказывала. Но что за часы, я, конечно, не помню, какой завод их выпустил. Эти часы не на ходу, они требуют ремонта. Я думаю, что в Чехии вряд ли их получится отремонтировать. Так что они будут ждать лучших времен. Ну, а дата, когда они были произведены, я только могу предположить, что это где-то, ну, может быть, 40-е, 50-е. Если вы знаете, то напишите в комментариях. Мне будет очень интересно почитать, когда вот такие часы могли быть выпущены. Выпускались они, видимо, на экспорт, потому что написано латиницей Заря. И следующая моя находка – это вот такая чашечка. Я еще ничего не мыла, так что не обессудьте, если видите, что там пыль, грязь. Это ручная роспись. Выпущена была чашечка в Германии. Вот у нее такое клеймо. Фабрика Гертель и Якоб. Если я правильно произношу фамилию. Ну, наверное, Гертель, да? Гертель и Якоб. И написано «ЮС-зона». Это значит, что очень легко датировать эту чашку. Она была создана с 1945 по 1947 год. Это именно то время, когда Западная Германия находилась под оккупацией американскими войсками. Поэтому на чашке написана «ЮС-зона». У нее очень интересная ручка. Ну, такой простенький, но очень милый рисунок. Я уже, когда снимала видео на барахолке, я показывала, что здесь есть небольшой скол на блюдечке, а сама тарелка без сколов. Я ее не хотела покупать, но продавец мне уступил ее за 50 крон из-за вот этого дефекта на блюдечке. А у меня уже собирается коллекция изделий, выпущенных вот в этот период в Германии. Ну, пусть будет у меня для коллекции. И последний предмет, который я унесла с барахолки, это вот эта чашка с блюдцем. Я очень долго стояла, на нее смотрела, и мне реально было жалко, что она в таком печальном состоянии. Я не хотела ее покупать. Я уже развернулась и ушла. Но, наверное, все униженные и оскорбленные – это мое. Я пошла-пошла и вернулась. Мне ее реально очень-очень жаль, потому что, я сказала такое громкое слово, она была отреставрирована. Но это не реставрация, это просто склеено. И продавец, когда мне сказал, что склеивал его какой-то там товарищ, я поняла, что есть шанс ее разобрать на части и действительно отреставрировать. Потому что, скорее всего, это, ну, не знаю, как, что использовалось в качестве клея. Зачем они замазали ее так изнутри и что там, как бы под этой замазкой, я тоже не знаю. В общем, это кот в мешке. Вот тут какой-то цемент, видимо, или чем они тут мазали, непонятно. Что это за белое тоже вещество, тоже непонятно. Но мне хочется ее отреставрировать. Я попробую ее отреставрировать сама. Продавец рассказывал, что она 18 века, что это оригинал. Мне очень напомнило это из Ильфа и Петрова «12 стульев». Мексиканский тушкан, натуральный мех. Но на самом деле смешно, потому что мейсонская фабрика использовала вот такое клеймо в 18 веке. Это на самом деле так. Это означает «Аугуст Рекс». Это знаменитый саксонский король Август Сильный. Уникальная личность в истории. Он страдал порцелановой болезнью, буквально фарфоровой болезнью. Он настолько любил фарфор, что готов был менять своих драгун на фарфоровые изделия. И именно для него химик Бёдгер откроет тайну создания фарфоровых изделий. До этого они привозились только из Китая. И будет основана в городе Мейсон знаменитая мейсонская фабрика. Но дело в том, что эта чашка, она не 18 века. Эта чашка была создана в городе Дрезден. Где-то вторая половина, наверное, 19 столетия. Обычно так пишут. Точную дату, конечно, сложно поставить. И создана была эта чашечка, это блюдце на фарфоровой фабрике, которой владела Елена Вольфсон. Ну, или по-немецки Хелена Вольфсон. Это очень интересная дама. Она действительно использовала в качестве подписи оригинальную подпись Мейсонского фарфорового завода 18 века. Вот и на чашке есть это, и на блюдечке тоже это есть. Но оно не совсем выглядит так, как оригинальная подпись Мейсонского фарфорового завода, но очень похоже. Сейчас я вам покажу в альбоме, как она выглядела оригинальная. Ну, здесь хорошо видно, какой знак использовался с 1720 года. Это инициалы Абгуста Сильного, буква А и Р. Для росписи своих изделий Хелена Вольфсон закупала настоящий фарфор на Мейсонской фабрике и потом его расписывала. И она вдохновлялась работами вот этого Мейсонского художника Иоганна Григора Геральда. Вот его роспись чайника 1723 год, например, и замечательная фарфоровая посуда. Это тоже 1723 год. А здесь на чашечке и на блюдце мы видим рисунки, вдохновленные работами художника Вато. Это на самом деле ручная роспись, это никакая не деколь. Но в 1881 году вот такое клеймо перестали ставить на продукции фабрики, поскольку мейсонская мануфактура спохватилась, что их знак используют в коммерческих целях. И денежная претензия была столь велика, что это сильно пошатнуло финансовое благосостояние фабрики. В 1881 прекратили клеймо ставить на изделиях, которые продавались в Германии, а в 1883 на изделиях, которые продавались в Англии. Сама мануфактура под управлением потомков Хелены Вольфсон просуществовала до 1949 года. Для меня эта чашка, конечно, не представляет никакую финансовую ценность. Я её купила, ну не скажу, за сколько купила. В общем, я торговалась как лев. И в итоге мне продавец сильно уступил. Она для меня представляет исключительно художественную и историческую ценность, поскольку это середина XIX века, это прекрасная эпоха. Посмотрите, это всё расписано вручную. Какие замечательные рисунки. Мне её очень было жалко, если бы она просто утратила свою жизнь где-нибудь в конечном итоге непонятно где. А так я её постараюсь отреставрировать, попробую сама. У меня уже есть несколько предметов тоже, которые ждут реставрации. Я сначала потренируюсь на них. Сейчас есть и краски прекрасные, и есть клей замечательный для фарфора. Мне нравится идея японцев, когда они склеивают разбитые фарфоровые изделия, а потом по шву расписывают золотой краской. Но это выглядит, мне кажется, достаточно мило. Я не знаю, как ещё с этой чашкой будет. Когда я её начну мыть, она, может быть, развалится у меня в руках. Но увидим, как это всё получится. Если у вас есть опыт реставрации фарфоровых изделий, то буду благодарна за какие-то дельные советы. Благодарю вас за внимание. Очень рада, если вы досмотрели это видео до конца. Если оно вам понравилось, то ставьте лайк. Если не понравилось, то ставьте дизлайк. Если я что-то где-то напутала, то пишите в комментариях. Буду рада почитать. Всегда рада советам. Желаю вам всего самого наилучшего. И до новых встреч! Да, не забудьте подписаться на канал, если вы не подписаны, потому что у меня впереди поездка на Мейсонский фарфоровый завод. И если всё сложится, то я надеюсь, что я выпущу видео об этой прекрасной мануфактуре. До новых встреч! До новых встреч!